Здравствуйте! Итогом оперативно-профилактических мероприятий только за 10 дней стало задержание 75 правонарушителей, среди которых и преступник, находящийся в международном розыске. Также во время рейдов выявлено 362 факта незаконного хранения и ношения запрещенных веществ, изъято около 100 кг наркотиков, 35 единиц огнестрельного и 161 единица холодного оружия. В ходе обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 437 водителей в нетрезвом состоянии и 267 человек без водительских прав. В целом, за время акции правопорядка выявлено более 60 тысяч случаев правонарушений. Отметим, что за продажу табачных изделий несовершеннолетним 186 предпринимателей были привлечены к ответственности. Особый интерес также представляет продажа и производство некурительных табачных изделий. Зарегистрировано более полутора тысяч фактов реализации, продажи и распространения некурительных табачных изделий, таких как Насвай и СНЮС. Выявлено два подпольных цеха по производству некурительных табачных изделий. Изъято около 3,5 тысяч тонн Насвая. К примеру, его производили на дому в Актюбинской области. Там изъяли 5 мешков некурительной табачной продукции весом 500 килограммов. Хотим напомнить гражданам, что сотрудниками полиции подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Около двух тысяч человек повысили свою финансовую грамотность посредством специальных курсов в области ЖТСУ. Обучение по Литпезу проводится в рамках проекта «Общество без долгов» до конца текущего года. Планируется обучить еще около 6 тысяч граждан края. Стоит отметить, что большая часть участников проекта имеет более двух кредитов и просрочки по ним, а также испытывают сложности в погашении полученных банковских займах. Основной причиной сложившейся ситуации является низкая финансовая грамотность населения. Более 80% участников проекта на обучающем курсе узнают о сумме переплаты по полученным кредитам и высоким процентным ставкам. В целом, за несколько месяцев проект «Общество без долгов» показал высокую эффективность и положительно воспринят население. В настоящее время обучающие курсы проводятся в городе Талдыкурган, а также в Панфиловском, Кербуласском, Искельдинском и Алакольском районах. В рамках нашего проекта работают еще юристы. Какую помощь оказывают юристы? Всем людям, у которых есть долги перед банками, которые не могут оплатить свои долги. Среди них есть люди, которые больше одного года не могут выплатить свои кредиты. Юрист помогает. Мы собираем все документы. Если документы соответствуют банкротству физических лиц, мы направляем эти документы на банкротство. На сегодняшний день мы обучили 1705 человек по области ЖИТСУ. В настоящее время мы обучаем государственных служащих. В области ЖИТСУ отмечен рост распространения коклюша. С начала года зарегистрировано 8 подтвержденных случаев заражения данной инфекцией. В республике с начала года от осложнения этого заболевания подтверждено 2 летальных исхода. В случае несвоевременного принятия мер зараженные коклюшем представляют опасность для окружающих на протяжении 25 дней с момента их инфицирования. Нестабильной остается эпидемиологическая ситуация и покори. Данная инфекция регистрируется во всех регионах области. На текущий месяц было первично зарегистрировано 1496 случаев, из них подтверждено 1139. К сожалению, необоснованная ложная информация в сети о негативных последствиях прививок против кори приводит к снижению количества вакцинированных, что в свою очередь сказывается на снижении коллективного иммунитета среди населения. Также, по словам специалистов, в связи с паводками в стране и из-за смешивания сточных вод с грунтовыми возникает риск развития инфекционных заболеваний, особенно острой кишечной инфекции, в частности, вирусного гепатита А. Вирусный гепатит А чем опасен? Осложнение в виде печеночной комы вплоть до летального исхода. Поэтому родители должны быть очень внимательны, учить детей соблюдать правила личной гигиены, ни в коем случае не употреблять воду в открытых водоемах. Относительно коклюш и корь, ситуация в стране остается нестабильной, до сих пор продолжается, регистрируется у нас случай кори, и сейчас, в данное время, регистрируются случаи коклюша. Это связано с тем, что дети, которые в основном заболевшие коклюш и корь, это непривитые, к сожалению, непривитые по причине того, что не достигли, есть дети, которые возраста прививки, и есть дети, в большинстве случаев составляет это дети, которые родители отказались от прививок. Глава государства призвал казахстанцев к единству и сплоченности, чтобы преодолеть испытания, выпавшие на долю граждан страны. В своем обращении президент подчеркнул серьезность ситуации, при этом отметив, что мы обязательно преодолеем эти трудности, самое главное – благополучие граждан. Наряду с этим Касымжимар Тукаев поручил заместителям главы правительства выехать в пострадавшие от паводков области для координации дальнейшей работы по устранению последствий стихийного бедствия. Они будут пребывать там, пока ситуация не стабилизируется. Информационный штаб должен постоянно и всесторонне информировать граждан обо всех принимаемых государством мерах, подчеркнул глава государства. В своем послании президент страны возложил на казахстанцев большую ответственность. В связи с последними событиями в нашей республике, основным источником и распространителем потока информации являются блогеры и представители средств массовой информации. И самое важное в этот период, как отметил глава государства, это достоверность освещаемых новостей. Действительно, это непредсказуемая природная катастрофа для нашего населения. И в этой связи именно сейчас мы должны действовать сообща и оказывать друг другу всестороннюю поддержку. Это все временные трудности. За закатом всегда наступает рассвет. Даже сам глава кабинета министров совершает объезды в пострадавшие от наводнения регионы. В центральной мечети Имам состоялась благотворительная акция Айт-Дастархан, в рамках которой представителям социально-изимых слоев населения были выданы продовольственные товары. Это коробка с продуктами питания и мешок лука. Продовольствие получило около 120 семей, которые заранее подали заявку на участие в этой акции. Одними из первых продовольственные товары получили члены общественного объединения СНРАУ. Кроме того, в рамках акции в священный праздник Курбан Айт имамы посетят дома престарелых. Пожилым гражданам областного центра выдадут небольшие подарки, а также сладости. В последний день Великого Поста каждая семья, которая заранее подала заявку, получила коробку с продовольствием. Также хочу отметить, что завтра, 10 апреля, в рамках нашей благотворительной акции мы будем раздавать сладости. Это древняя традиция. Помимо нашей акции, в регионе организовывается масса других благотворительных мероприятий. В городе Талдыкурган проживают более 5000 инвалидов. По словам сотрудников государственных органов, долг каждого учреждения создать благоприятные условия для комфортного передвижения граждан с особыми потребностями. Однако специалисты отмечают, что в областном центре немало социальных объектов, не обеспеченных необходимыми условиями. Так, около 53 зданий Талдыкургана не соответствуют современным стандартам. Это отсутствие пандусов, тактильных полос и доски Брайля. По словам экспертов, это существенно усложняет передвижение лиц с инвалидностью и является грубым нарушением их прав. Заместитель Акима города Талдыкурган Женис Андабеков проводит активную работу по решению данных проблем. По его инициативе было организовано собрание, в рамках которого даны поручения руководителям бизнес-объектов в течение полутора месяцев исправить допущенные ошибки. В противном случае к нарушителям будут применены меры административного характера. Уже через полтора месяца мы снова встретимся. Мы снова встретимся и обсудим уже вопросы, результаты сегодняшней встречи. Мы поощрим тех предпринимателей, которые пошли на встречу и, скажем так, устранили выявлено, установлено нарушение. А уже, соответственно, те предприниматели, которые не устранили или не приняли соответствующий мир, то уже со стороны Департамента труда, социальной защиты и миграции в области ЖИЦУ будут приняты меры административного воздействия, административные штрафы по выявленным нарушениям. Воплощаем мечты в жизнь. Программа Аула Аманаты в регионах набирает обороты. Жительница Сарканского района Шигасгуль-Даулетхан смогла реализовать давние планы. Благодаря участию в государственном проекте бизнес-леди открыла свою кулинарию. С предпринимательницей встретилась наша съемочная группа. Говорят, что еда, приготовленная с любовью, всегда гораздо вкуснее и полезнее. Именно так с положительным настроем старается готовить предпринимательница Шигасгуль-Даулетхан. Мастерство кулинарии она училась у матери. С годами она повышала квалификацию. А теперь смело может делиться опытом с молодыми сотрудниками своего небольшого кондитерского цеха. Благодаря государственной поддержке бизнес-леди сумела превратить любимое дело в источник дохода. О программе «Аул Аманате» я услышала от жителей нашего района. Чтобы узнать подробности о проекте, обратилась в местный Акимат за информацией. Наши специалисты очень помогли мне в сборе документов и получении консультации. Я им очень благодарна. Можно сказать, что благодаря их участию я смогла воспользоваться государственной поддержкой и начать свое дело. Документы я сдала в СПК ЖТСУ. В итоге мои мечты осуществились. Проект «Аул Аманате» помог мне реализовать задуманное. В кулинарии Шигасгуль производят не только кондитерские изделия, но и традиционную национальную продукцию. Большим спросом пользуются Баурсаки, Курты, Ремшик. За небольшой период времени ее кондитерский цех уже завоевал популярность среди местных жителей, поскольку готовят здесь действительно вкусно, а вся продукция всегда свежая и хорошего качества. Шигасгуль занимается производством национальных блюд, такой продукции, как курт, ремшик, масло. У нее можно приобрести свежие Баурсаки. Ассортимент очень большой. Казахи вообще гостеприимный народ и ни одно застолье не обходится без всего перечисленного. Тем более сейчас на Узашар мы стараемся нагрывать богатый достархан. А времени приготовить все необходимое не всегда хватает. Очень выручает наша кулинария. Это так удобно для хозяек. При этом вся продукция свежая и отменного качества. Программа «Ауэлла Монаты» реализуется с целью повышения доходов сельского населения. В рамках проекта можно оформить льготный кредит под 2,5% на срок до 5 лет для большинства направлений. А таковых насчитывается 5. Это развитие обрабатывающей промышленности, животноводства, растениеводства, а также поддержка малого бизнеса. Я благодарна государству за то, что для людей разработаны такие программы. Ведь они помогают обеспечить их работой. Это очень хорошее подспорье для казахстанцев. Два года нам дают каникулы, а последующие 7 лет я буду постепенно погашать займ. Я взяла кредит на 5 миллионов тенге. 4,5 миллиона у меня ушло на приобретение необходимого оборудования. Остальные деньги будут потрачены на закуп продуктов. Государственное финансирование я направила в нужное дело. На сегодня в Сарканском районе для участия в программе «Ауэлла Монотэ» подали заявки 24 предпринимателя. В случае одобрения их идей в регионе будут реализованы проекты общей стоимостью 141,5 миллион тенге. В минувшие выходные участковые и сотрудники отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Талдыкурган стали не только участниками рейда, но и очевидцами того, что некоторые жители областного центра не так уж и нуждаются в жилье. Местными исполнительными органами была проведена проверка квартир в микрорайоне Каратал и выявлено злостное нарушение закона. Жилплощадь, полученная в аренду из Государственного жилищного фонда предприимчивыми горожанами попросту сдавалась в субаренду. Какая ответственность ждет нарушителей закона и как в целом обстоит ситуация по жилищному вопросу в Талдыкургане, расскажет наш корреспондент. Около 15 тысяч граждан нашего региона стоит на очереди на получении жилья из Государственного жилищного фонда. Местные исполнительные органы отмечают, что в настоящее время специалистами ведется разработка проекта смертной документации на 36 многоэтажных домов, который в скором будущем появится в 11 и 12 микрорайонах. Видя, как активно ведется строительство, жители готовы ждать счастливого момента. Однако есть и те граждане, которые становятся в очередь, не испытывая нужду в жилплощади. После получения жилья в аренду, они сдают ее в субаренду. В минувшие выходные сотрудниками местных исполнительных органов был проведен рейд для выявления именно этих недобросовестных горожан. Вы знаете, сегодня в городе Талдыкурган есть очередь для получения жилья из Государственного жилищного фонда. Сегодня по нашему городу в этой очереди составит более 15 тысяч человек. Но, к сожалению, у нас есть ряд информации, что нашими гражданами нарушаются эти условия. И вот в связи с тем мы хотим провести данный мониторинг. По результатам мониторинга нами будут приняты законные меры в рамках правового поля по расторжению ранее заключенных договоров и возврату жилья в Государственный жилищный фонд. Соответственно, далее эти возвращенные квартиры, жилье также будут предоставлены очередникам, которые действительно нуждаются. В рамках рейда с заместителем Акима города, руководителям отдела жилищных отношений и жилищной инспекции и участковыми был проведен обход многоквартирных домов в микрорайоне Каратал. По итогам мониторинга был установлен ряд нарушений. Гражданам было выдано уведомление о необходимости предоставления документов на выданное ранее жилье из Госфонда. Есть множество у нас жалобы, обращений, что третий лиц сдаёт в аренду вот эти квартиры, которые им было выдано как нуждающимся очередникам, что они сдают как бы в субаренду. Сейчас мы начнём проверку для выявления то, что какие документы у них имеются, есть ли факт субаренды сдачи, есть ли наличие несоответствующих категорий. Местные исполнительные органы призывают граждан областного центра быть законопослушными и добропорядочными, поскольку данные мероприятия по выявлению нарушений законодательства станут регулярными. Карина Закриева, Карат Кустурганов, телерадио-компания «ЖИТСУ». Глава государства поручил акимам областей и городов, не подверженных паводкам, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и благоустройству территорий населённых пунктов. В рамках указа президента страны начал работу трудовой десант города Талдыкурган. Уборку прилегающих территорий своих организаций проводили учреждения здравоохранения и образования региона. Тему продолжит моя коллега Айгерим Копаева. В акции приняли участие около 500 организаций области ЖИТСУ. В целях озеленения улиц региона участники субботника высадили более полутора тысяч саженцев. Над очищением и благоустройством областного центра трудились порядка 20 тысяч граждан. Всего было вывезено около 500 тонн мусора. Компания по очистке улиц будет проводиться каждую субботу. Если сегодня мы убираем территории своих организаций, то в следующие выходные будем высаживать молодые деревья, очищать клумбы и садить цветы. Кроме того, планируются работы по покраске деревьев и звестью. И, конечно же, будем очищать родники. Хочу отметить, что акция будет продолжаться в течение всего месяца. Каждый гражданин Казахстана ответственен за чистоту окружающей среды вне зависимости от половой принадлежности и возраста. Так, около 300 сотрудников Талдыкурганской городской многопрофильной больницы сменили свои привычные медицинские перчатки на рабочие и вышли на субботник. Сегодня мы вышли на уборку территорий после долгой и холодной зимы. Помимо очистных работ, мы высаживали цветы и деревья за пределами нашей организации. Хочу отметить, что поддержание чистоты и охрана окружающей среды напрямую зависит от людей. А потому мы должны не только сегодня, но и все 365 дней в году поддерживать порядок и стараться не мусорить на улицах. Благоустройство областного центра – это не только посадка деревьев, но в первую очередь поддержание общего порядка и чистоты на улицах города. А потому активное участие в этом субботнике приняли многие жители Талдыкургана. Жильцы микрорайона Мушельтой также привели в порядок свои дворы и очистили прилегающие к их многоэтажкам территории. Хочу отметить, что субботник проводился и во дворах областного центра, в ходе которого жители Талдыкургана приняли активное участие в уборке, озеленении и благоустройстве дворов. Также в акции участвовали и сотрудники отделов городского акимата, призывая всех жителей региона не оставаться в стороне от таких мероприятий. Так мы сделаем наш город чище и красивее. Стоит отметить, что массовый субботник был направлен на улучшение экологической ситуации не только в городе Талдыкурган, но и во всем крае ЖТСУ. Причем главная цель этого мероприятия – привить жителям региона бережное отношение к окружающей среде. Мужчина напал на девушку возле подъезда в Астане в Алматы. Иностранцы производили наркотики в том же доме, где сняли фильм «Мяу». В Казахстане запустят пилотный проект по психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями. В Астане неизвестный напал на девушку, возвращавшуюся домой. Сидевший на лавочке возле подъезда мужчина неожиданно набросился на нее сзади и пытался вырвать сумку. Но девушке удалось убежать. Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж 29-летний житель города. В ходе обыска у него нашли кухонный нож. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. После признательных показаний мужчину поместили в изолятор временного содержания ДП города Астана. Двое граждан Пакистана и Индии в Алматы организовали лабораторию. Для осуществления своей преступной деятельности подозреваемые арендовали частный дом. По иронии судьбы тот же, где герои фильма под названием «Мяу» организовали нарколабораторию. В ходе обыска дома обнаружены и изъяты лабораторные оборудования, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере, общий вес которых составил более 4 килограммов. Подозреваемые арестованы. В Казахстане запустят пилотный проект по обследованию и оказанию психолога, медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями и социальной адаптацией детей и подростков с проблемами в развитии. Это позволит детям с особыми потребностями по состоянию здоровья в течение длительного времени, не имеющих возможности посещать учебу, получить индивидуальное бесплатное обучение на дому. Также проект позволяет сдать документы и зачислить в специальной организации образования детей с ограниченными возможностями в проактивном формате. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. В России ввели штрафы до 1 миллиона рублей за назойливые телефонные звонки. В Китае стая обезьян напала на туриста и заразила его опасным вирусом. А вот в США выпустили съедобные наушники AirPods. 6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1 миллиона рублей за спам-звонки. Он вступит в силу через 10 дней со дня опубликования. Документ вносит соответствующие изменения в законодательство о рекламе и предполагает ужесточить ответственность за назойливые рекламные звонки. В гонконгском парке Камшан путешественник попал в реанимацию после нападения стаи обезьян, от которых он заразился опасным вирусом. Животные набросились на туриста и исцарапали 37-летнего мужчину. Спустя несколько часов у него поднялась высокая температура. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Уточняется, что в медицинском центре у туриста начался отек мозга. Его состояние оценивалось как критическое. После проведенных анализов врачи установили, что обезьяна могла заразить мужчину обезьянным герпесом. Креативный бренд «Мищев» представил съедобные наушники AirPods стоимостью 50 долларов. Информация о товаре на днях появилась на официальном сайте компании. Конфеты продаются в белой упаковке с надписью «Candy AirPods». Дизайн повторяет внешний вид продукции Apple. Первая партия новинки была раскуплена почти сразу. Также на сайте бренда указано, что продукт не содержит ГМО, жиров и аллергенов. А сами конфеты имеют мятный привкус. Лауре Скакова по материалам интернет-ресурсов.